Продолжаем выпуск, когда получить российское гражданство – финал долгожданного пути. В Абакане свою работу продолжает миграционная служба. И, судя по всему, даже на фоне обострения геополитической обстановки в мире количество желающих стать россиянами не уменьшается. Какие они, новоиспеченные соотечественники, узнали наши корреспонденты. Представители Армении, Белоруссии, Америки. Список можно продолжать долго. Все эти люди сегодня ждут российского гражданства. Кого-то к нам привели убеждения, кого-то исторические корни. Есть те, кого сманила любовь. Женили, детей завели, и все. Дети россияне, жена россиянка, значит, я россияне. Ну, хотя это одинаковые страны, Беларусь, Россия. Родилась и выросла в Армении, но вышла замуж два года назад и переехали сюда с мужем. Но муж уже тут жил. Саваревич многие годы проживал в Америке. Актер хватался за любую работу. Пытался освоиться, но так и остался за границей чужаком. Там были среди моих знакомых математики, которые занимались электрикой. Потому что там ты никто, тебя никто не знает, поэтому с чего-то надо начинать. Мужчина мигрировал в Соединенные Штаты в 91-м. Тогда погибал еще Советский Союз. Вернулся уже в Россию. Разница впечатлила. Развитая, богатая страна. Если внешне говорить об этом, то много-много поменялось, естественно. И в архитектуре, и в общем, в промышленности, и по всем видам. Назовите ее Советский Союз или Россия. Я родился в городе Абакане. Я говорю по-русски. В принципе, что бы мне могло такое поменяться? Принимая гражданство Российской Федерации, клянусь, соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. После принятия присяги в течение 10 дней новоиспеченные соотечественники получат паспорта и станут частью России, большой многонациональной страны, где исторически нет деления на своих и чужих. За первый квартал 2022 года в отдел подано 59 заявлений от иностранных граждан о приобретении гражданства.